у меня хорошая новость сейчас проснулась утром пошла посмотреть вчера поставила крысыловку одну вон такую же там ничего не попалось хотя еду съели вот она еда валяется это кусочек кекса то есть еду как-то оттуда вытащили и съели но крыса попалась вот в крысыловку у меня правда еда вот здесь вот где довольно таки много было еды я смотрю сейчас кто-то ее съел то ли потом когда ее прибило то ли она съела как-то срелёша крысу прибила ну да все вон там вот часа покажу камерой там есть дырка вон видно дырку она видимо там идет под бортиком этой грядки и куда-то туда вот под забор я ее уже закапывала эту дырку но они опять отрывают и откапывают вон там еще тоже дырка значит уже две поймали я видела здесь недавно огроменную крысу гигантскую просто то есть это видимо малыши а я видела маму крысу она такая большая у какая здоровенная еще хотела сказать два слова лишь пожить и прыгаешь такой шум стоит еще хотел сказать два слова спасибо большое подписчикам что прислали ссылки интересные где рассказывается как уже проводил кто-то эти опыты скрещивания домашних крыс и вот этих вот серых крыс я узнал очень много нового то что если разновидность крыс есть и так называемая ratus ratus как-то так она по на латынь на латыньском да на латыни вот и видимо я так понимаю это именно та которая у меня потому что там есть картинки у нее нос такой длинный вот какой этой вот вот у нее можно посмотреть нос у нее длинный то есть я так понимаю что это вот это как раз там так называемая черная крыса хотя она не черная ну те кто прислали мне ссылки из наверно по сами посмотрели их там на картинке такая же серая крысы и ее название черная крыса ну так она называется так вот этих вот черный крыс их не скрещивают с домашними потому что в общем не скрещивает у них там не жизнеспособное потомство получается и одна в общем бывает другую а есть какая-то другая разновидность не такая более тупая морда не такая острая вот их скрещивает но дело в том что ту крысу которую я поймала у нее как раз острый нос то есть это вот это видимо ратус ратус как так называемая черная крыса ее видимо не скрещивают с домашними поэтому мой опыт скорее всего не получится но если так там написано значит значит действительно не получится этот опыт спасибо еще раз подписчикам что прислали интересные ссылки я изучила этот вопрос очень интересно я обожаю крыс мне как бы не нам не наталкивалась никогда и на такие ссылки на такие статьи но люди которые занимаются крысы и вот сделали такие статьи с фотографиями с научными названиями и совсем ну в общем вот так вот гадость когда она дохлая она неприятная надеюсь что она дохлая да вроде дохлая сейчас как вырвется нет вроде дохлая вот так вот пакетиком все какая она пушистенькая это кто у нас это девочка была такие зубы желтые мы поймали мальчика это девочка мне сестра все мусорник ну еще одна новость то что наш крыс все таки сдох не смог он выдержать этой жизни и умер заодно покажу вам фацелию кто-то просил показать как она цветет она как раз вот начало цвести вот так вот она цветет кто-то тоже писал что фацелия в россии дорого стоит как сидират а вот другие там сидираты дешевле но в англии тоже она была не дешевая я купила по моему два пакетика по моему и два пакетика эти стоили мне по-моему по три фунта почти три фунта каждый то 6 фунтов вот за это вот количество я заплатила но я его покупала не как сидират я его покупала просто чтобы заполнить эту почву потому что здесь ничего не растет и ну здесь какие-то кустики вон посажены маленькие но пока они вырастут вон там вот пока не вырастут пройдет много лет и вот так вот чтобы земля не пустовала посадила эту фацелию цветет она вот такими красивыми цветами здесь полно шмелей всяких мух сейчас не очень много потому что ветер сильный вон она даже полегла немножко ничего страшного здесь у меня тоже маки выросли которые они сажала агафья что там ягодка это зеленый агафь нельзя зеленые ягодки есть подожди там розовая ягодка есть я тебе дам на на тебе он розовые ягодки вон там тоже посеяла эту фацелию но там она в тени находится больше как бы в тени и она не очень хорошо там выросла а вот здесь прям замечательно выросла вот такая фацелия вон какая-то муха летает опыляющая такая вот фацелия кому интересно было не знаю как высокая она будет невысокая без понятия я даже не знаю двухлетняя она или нет не изучала этот вопрос вон эти мухи летают не ухи а типа пчел или кто это не знаю он шмелик на не зюк а вон еще один дюк а это не зюк а ганит а шмель а